Я думаю, что матч, несмотря на то, что голов не было, матч получился достаточно интересный. Потому что были голевые ситуации, и обе команды очень хорошо боролись за мяч, поэтому, я думаю, что болельщики не зря причинят. А что касается результата, то результат он всегда справедлив. В сегодняшнем матче особенно. Вы как-то специально к факелу готовились, просматривали? Конечно, мы готовимся к каждому матчу, мы всех своих будущих соперников, игру детально разбираем. У нас с факелом есть и собственная история встреч. К сожалению, это первое очко, которое мы за последние пару лет у факела взяли. До этого нам не удавалось никак. Поэтому футболисты в этом плане заслужат похвалу. Ваша команда показалась одной из самых играющих, из тех, кого мы в этом сезоне увидели. Но в турнирной таблице вы в середине идете. Это какой-то всплеск сегодня был эмоциональный? Или невезение просто? Ну, вы посмотрите в календарь. Мы сыграли одну игру дома. Мы 14 матчей сыграли на выезде. Мы же только первый матч домашний провели с Краснодаром в прошлом туре. У нас меняли поле, мы все время ездили. Мы все время в самолетах, на автобусах. Поэтому вот начнем играть дома, надеемся, что там переменится таблица. Скажите, а по ходу встречи факел чем-то вас удивил? Вот во втором тайме явно было заметно, что вы прям ставку на таблицу сделали, на активные действия. Это по плану у вас было или по игре такое решение? Ну, мы в любой матч выходим на победу играем. Ну, это понятно. Состав участников в нашем первенстве достаточно ровный. Но, тем не менее, мы считаем, что мы, может быть, и никого не превосходим, но и реально никому не уступаем. Поэтому мы играем каждый матч на победу. По ходу игры, конечно, было понятно, что если нам начать играть чуть быстрее, мы можем отсюда и увести победу. Но, к сожалению, нам не удалось впереди убыстрить игру. Если бы нам чуть-чуть заиграть побыстрее впереди, думаю, что мы бы смогли открыть счет. А так защитники успевали. И перестроиться, и подстраховать друг друга, и блокировать удары. Ну, с таким контролем мяча и стали активно в Воронеже, и кроме Спартака, больше никто не играл. Ваше самое мнение. Ну, что ж, я рад, что мы это какое-то удовольствие людям доставили. Александр Ильич, ну, есть ощущение потерянных очков, да, все-таки? Или больше радость от того, что одно – завуевали? Ну, как бы считается, что не проиграть на выезде – это уже неплохо. Но нам в нашей ситуации, когда мы, в общем-то, почти все игры на выезде играли, конечно, нам хотелось бы выиграть здесь, но не получилось. Я сказал, по какой причине. Нам нужно было убыстрять игру впереди. Сохранить надежность, вот какая была в первом тайме. И качественный розыгрыш, но впереди надо было действовать быстрее. А почему не получилось? Это Факел что-то противопоставил? Или просто у ваших ребят не покинулся? Факел играет в обороне очень организованно. Их, во-первых, защитников этих один в один непросто обыграть, а потом страховка существует, они грамотно перемещаются, подстрахуют друг друга, поэтому сложно там такую оборону вскрыть, если играть в среднем темпе. Впечатление считаю, что тот результат, который есть после финального свистка судей закономерен, наверное, ни одна, ни вторая команда, по большому счету, не наиграла на победу. Так, у нас, если брать проблемы в средней линии, в организации игры, очень слабо сыграла средняя линия. Средняя линия, все от них зависит, как они ведут игру, как они атакуют, как обороняются, от этого очень много зависит. Сегодня средняя линия, не случайно две замены сразу в перерыве. Фланговые игроки ни разу практически не вскрыли фланги. То, что мы планировали, мы понимали, что Тюмень будет играть, отходя назад, насытив оборону свою. И здесь нужно было вскрывать фланги, подключение двух крайних защитников Багаева. И в первом тайме, особенно в первом тайме, в бурношах вносили какую-то остроту с флангов. Не Рвов, не Альша, свою задачу не выполнили. Второй тайм вышли, так Козлов немножко освежил на фланги, Соловьев, движение, все. Но этого недостаточно для Тайгаева. Хотя при стандартах были два момента, а сейчас в последнем. Но это дело случая. Шахал обязан был забивать во втором тайме, когда в пяти метрах от ворот в стури ворот, когда в руки пробил со стандарта. А так считаю закономерным результатом. Пожалуйста, вопросы. Павел Иванович, Мурнин очень низко получает мяч, пытается его разыгрывать, даже трошечки выше порой играет. В результате Андрей тратит много сил. Я уже сказал о том, что в организации игры вся средняя линия сыграла очень слабый, в том числе и Мурнин. В том числе и Мурнин. Абсолютно я недоволен его двигательной активностью. В организации игры страдала из-за того, что глубоко опускались, я с вами согласен, глубоко опускались, прием мяча и опять защитникам обратный пас. Это не развитие атаки. Принимать они должны были в центральной части поля, принимать и разгонять атаку по центральной оси и наиграть крайних полузащитников. Ни того, ни другого у нас нет. Почему это было так? Это самодеятельность? Ну это не самодеятельность. Это, скажу, что не совсем удачная игра средней линии. Еще вопрос. Значит, у нас была Мордовия, Саратов, Грозная. Сегодня вот первый очков в четырех домашних матчах. Я об этом говорил на предматчевой установке, что те неудачные игры, которые здесь были, мы должны реабилитироваться. И почему, допустим, на выездных играх, там, где есть оперативный простор, мы его используем за счет быстрых атак. А здесь, когда команды закрываются и, скажем так, заставляют играть нас в позиционную атаку, вот здесь у нас проблемы. С этим компонентом у нас есть проблемы. Это объективно нужно об этом говорить, что позиционная атака не сильное наше качество. А вообще, за счет чего хотели добыть победу в сегодняшнем матче? За счет игры. За счет игры. Но она не получилась игра. Вот именно в организации игры. В организации игры. Просто был момент, когда, примерно в середине второго тайма, когда не точно передать Шахова на левый фланг Мурнину и вот эти жесты. Ну, такое чувство, как будто игроки не понимали, кто или чего от них хотят. Ну, есть моменты недопонимания в каком-то игровом эпизоде. И в том, наверное, то же самое. То, что Мурнин, наверное, хотел одну передачу от Шахова получить в ноги, а Шахов посчитал, что в зону. Но с учетом скоростных качеств Мурнина и то, что уже концовка игры, что он уже подустал все. Наверное, не совсем верное решение Шахов принимал. Освежать есть кем среди людей? У нас Свежов сегодня появился. Ну, все то, что можно было освежать, мы попытались это сделать. Двух крайних поменяли в это. И Витя Свежова, понятно, что он вышел. Только уповал я на то, что здесь за счет передачи он может что-то сделать. Его оптимальное состояние далеко от идеального. Он после серьезной травмы и рецидива травмы, он только-только начал тренироваться. У нас больше других вариантов нет. Нет других вариантов, потому что у нас сегодня не принимал участие Лукьянов, который мог вскрыть именно за счет своих скоростных качеств, за счет объема фланг. Он не принимал у него микротравмы. Витя, они не в оптимальной готовности. Дима Иванов, который здесь в опорной зоне мог в пользу привести. Он травмирован. Курилов травмирован. Это практически четыре человека, игроки основного состава, которые начинали у нас чемпионат. Две предстоящие игры в Красноярске и Дома с Московским Динамо к разряду легких матчей не отнесешь. Никак. Как команда подходить вообще ко всему? Сейчас, прежде всего, нужно восстановить команду. Плюс ко всему еще проблема. Сейчас возникает проблема огромная. Мы будем играть в Красноярске, в Манеже. Это плюс огромная проблема. Они будут неделю готовиться, тренироваться. Мы приедем. В прошлом году мы тоже... Та же ситуация была, что в Манеже совсем по-другому дышится. Сложнее намного все. Но будем готовиться, ничего страшного. Будем готовиться, постараемся добиться положительного. Никто из тех четырех травмированных не оживет? К игре в Красноярске нет. Начал тренироваться в общей группе у нас. Тимошин начал тренироваться в общей группе. Начал тренироваться тихий. Но это вопрос времени все. И, естественно, после таких травм, связки у Тимошина и коленный сустав, уровень готовности их пока не позволяет. Искусственное поле их смысла нет вообще даже брать. Коль, надеюсь, что к игре с Динамо, надеюсь, что Дима, может быть, уже будет в обоиме. Дима Тихий и Иванов. Иванов пока еще не приступал к занятиям в общей группе. Но сейчас уже через пару дней он приступит. 5 дней здесь до игры с Динамо будет тренироваться. И следующий цикл. Надеюсь, на то, что он может подойти. А у Курилова как? У Курилова тоже, надеюсь, что должен. Может быть, не на все 100, но, по крайней мере, в общей группе он начнет. Потому что Осипенко, конечно, у него сильное звено. Да, я с вами согласен абсолютно. Потому что нужно сказать то, что он делает на пределе своих возможностей. Понятно, что где-то тактических ошибок очень много. Вы видите, практически в каждой игре он допускает тактические ошибки. Все умедленно в развитии атаки. Но вынужденная мера. Так вот получилось, что у нас два центральных защитника одновременно получили травму. Павел Пантелеич, очевидно, что в последних матчах файтл играет абсолютно предсказуемо. Соперники все понимают, все знают. В плане креатива у вас есть какие-то задумки? Что-то преподносить, потому что, ну, тоже московская «Динамо» вот такой игрой не обыграешь. Правильно? Ну, я думаю, с московским «Динамо» будет совсем другая игра. Совсем другая игра. Где у нас в плане креатива что-то разыскать? Креатив должны прибавить все. Все должны прибавить. Особенно должна средняя линия прибавить. Прибавят, тогда креатив появится. И впереди креатив появится. Претензии у меня к группе атаки. Но они игроки-зависимые, нападающие игроки-зависимые. И в плане подыгрыша мало им создают, да? Мало создают. То, что создают, они не все правильно принимают решение. Где-то не хватает исполнительского мастерства, завершающегося стаду. Каждый должен прибавить, и тогда появится и креатив, и скорость, и все появится. Надеемся на это очень. И будем над этим работать. А это проблема психологии команды? То, что Факеву тяжело обыграть с позиции фаворитов, так сказать, первого номера. Ну, когда 10 человек закрывается, 10 человек сзади. Также играла здесь Мордовия, также играл Сокол, Саратовский. И те ошибки, которые мы допустили в тех играх. Ну, благо сегодня таких грубых не было. Хотя предпосылки для того, что у команды Тюмень были хорошие атаки. Все, предпосылки были. Ну, таких ляпов, как в тех двух играх, не дали мы, что отдавали мяч игроку команды соперника, и с этого получали губы. Ну, а если команде проще играть, так сказать, дарим номером, то, может быть, и дома бы стоило пробовать так сыграть, отдать инициативу, и, возможно, на контратак. Ну, нам нужно стремиться к тому, что турнирная ситуация обязывает. Ну, мы можем закрыться, все, зрителям интересно это будет. Мы пытаемся играть в футбол, который нравился бы зрителям, и в атакующий футбол. Но, к великому сожалению, сегодняшняя игра не очень убедительна была. За счет того, что мы проиграли среднюю часть поля, вот именно в организации, в очередной раз повторяют. Павел Петеревич, а что касается франговых правозащитников, наверное, самая конкурентная сейчас позиция в команде, но, скажем так, результативность их работы остается желать лучшего во многих матчах. Хорошая игра получается лишь отрезками. Что можете сказать по этому поводу? Я с вами согласен. Спасибо. Спасибо.